Кудряшки рожками стоят вообще. Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанна Фетисова, и сегодня... Мы продолжаем говорить о том, что съела моя кожа за осень. И это третья часть видео. Закончился у меня пробник вот такого крема. Это тестовый вариант, который можно приобрести на iHerb. It's Care Dry and Cracket Skin Balm. То есть для такой потрескавшейся кожи. Если у вас есть проблемы губы, например, локти, пятки, ну все что угодно, ноги в целом, если кожа очень сильно сохнет, у него очень сильный такой натуральный запах масел. И, естественно, приобрести можно как вот такой пробный вариант. Здесь, по-моему, 5 грамм, 4-5 грамм. Но он очень-очень долго у меня использовался, потому что он очень плавится здорово. Он такой как масло, его нужно буквально чуть-чуть, и он прекрасно разносится по коже. Использовала я его и на руки, и на ноги, просто возила с собой. Ну, упаковочка маленькая, это удобно. Ну, такой SOS-бальзам. Следующее, что у меня закончилось, это две маски от Avon. Я показывала вам, они у меня жили в туалетной комнате в моей. Avon Natural сияние лепестки роз. Вот такая масочка. И вторая питательная зеленая маска на основе оливы. Конечно, это очень бюджетное средство. Конечно, я не жду от них чего-то фантастически невероятного. Но в качестве просто увлажняющих таких легких питательных масочек после такого тяжелого дня, когда вы сняли макияж и чувствуете, что ваша кожа просто вот замученная абсолютно. Это очень бюджетное средство, по-моему, 70 или 80 или 100 рублей. Ну, вот какие-то такие цены в Avon. Я бы советовала вам попробовать. Следующая маска, которая мне, кстати, очень-очень понравилась. Эта маска улучшает цвет лица. Здесь цветочные стволовые клетки и аха-кислоты. Это компания Vitex, производитель белорусский. Маска эта не смываемая, то есть она такая в виде крема. И это очень удобно. Не всегда есть время наносить маску, потом смывать, потом еще что-то наносить. Так что вот этот вариант просто можно протереть излишки влажной салфеточкой или ватным диском и все. Ну, у меня она вообще полностью впитывалась. И что я могу сказать? Да, мне она очень понравилась. Я хорошо отношусь к белорусской косметике. При возможности, я думаю, я буду приобретать еще. Маски, о которых я уже не раз вам рассказывала, очень бюджетные. Здесь целых 100 миллилитров. Organic Kitchen. Это линейка компании Organic Shop. Она производит очень много средств для волос, для лица и для тела. Вот в таких вот баночках есть также больше. Очень-очень вкусные ароматы. Ну, на мой взгляд, может, для тех, кто не переносит ароматы совершенно никакие, буквально чихает от любого аромата, то, наверное, вам все-таки это не подойдет, потому что здесь действительно вкусно ароматизированные кремы. Здесь органическое масло зеленого кофе, поэтому эта маска очень хорошо тонизировала кожу. Использовала ее до конца с большим удовольствием. Еще несколько таких масок от Organic Kitchen я сейчас использую. Приобрести эту серию можно как на их сайте, так же и на различных других сайтах. Так же есть бутики, их именные в различных торговых центрах, ну, по крайней мере, у нас в Москве. Бюджетно хорошо, очень вам советую. Теперь поговорим с вами о декоративной косметике. Вот сколько всего у меня закончилось. Все остальное в работе. Как вы знаете, я сейчас веду проект использовать по максимуму. Кстати, сейчас на мне макияж именно средствами из этого проекта. И если вам нравится такой макияж, то обязательно покажу, как его делать. Делаем такое видео. Напишите мне, пожалуйста. Быстрее всего у меня уходят вот такие вот блески для губ. Фактически для меня это такая вот гигиеническая помада, которая помогает мне, когда мои губы сохнут, особенно когда я работаю. Я озвучиваю фильмы, преподаю, в принципе, довольно много говорю. Сейчас у меня на губах только карандаш и помада, нет вот такого блеска. И через какое-то время я уже буду чувствовать себя немножко дискомфортно. То есть у меня будут пересыхать губы. И поэтому я всегда использую поверх помады в течение дня вот такие вот блески. Это конкретно от Диваж. Блески эти называются Винил Глосс. Вот такая вот серия. Они такие комфортные, они не липнут. Приятный аромат жвачки такой детский фруктовый имеют. Особого какого-то яркого цвета они не дают. Бешеного блеска нет, не дают. Но такие натуральные, естественные, не сохнущие, что для меня немаловажно губы. Соседи опять сходят с ума. Если вы слышите какие-то потусторонние звуки, это не инопланетяне, это наши соседи. Следующее средство, которое мне помогало сохранять губы увлажненными, это вот такая вот помадка гигиеническая от Пайон. Скажу вам сразу, что ничего особенного в таких дорогих помадах гигиенических нет. Они точно такие же по составу и точно такой же аромат у них, как и у бюджетных средств. Ничего особенного я не увидела. Поэтому буду продолжать с удовольствием использовать свои помады гигиенические из натурального воска пчелиного и масел с iHerb. Это больше, конечно же, приобретать не буду. Закончились у меня две туши, но будем считать так, что закончились. Одна уже полностью высохла и фактически закончилась. 103-й оттенок, лазурный, очень красивый. Называется она Scarlett. Тушь от L'Etoile. Не могу сказать, что это самая лучшая тушь, но объем она давала неплохой. Цвет яркий, у меня, по крайней мере, она не осыпалась до конца, пока уже, ну вот прям окончательно не слиплась вся. Я пыталась ее восстановить, но вот как-то она уже очень-очень густая. Большая кисточка, кто не любит такие огромные кисточки, вам не подойдет. Засохла, поэтому уже прощаюсь с ней и довольно давно она у меня. Не буду рисковать, у меня глаза чувствительные. Что-то случилось с моей любимой тушью. В принципе, она мне нравилась, но почему-то она у меня довольно часто осыпалась. Lush Sensational от Maybelline. На конце уже использования. В принципе, использовала я ее всего лишь примерно месяца 3, может быть 4. Она имеет очень неприятный сейчас аромат, честно говоря. Ну, то есть, все говорит о том, что она просто испортилась. Увы и ах! Наверное, мне просто не повезло, вероятно, с этой тушью. Действительно, может быть, какая-то браковная попалась. Может быть, не до конца закрывалась. Почему она испортилась, никто не знает. В общем, прощаюсь с ней. Закончился у меня вот такой вот Mave Pen. Это такой карандашик для кутикулы. Он как-то, знаете, сразу был не очень, я бы так сказала, жирненький, что ли. Тут вот должно быть такое масло, которое увлажняет кутикулу. Конечно, сейчас я так слушаю, уже в нем ничего нет, но было, я помню. Но он всегда как-то не очень хорошо рисовал на моих пальчиках, будем так говорить. Учитаю такие вот средства для увлажнения кутикулы в бутыльке, которые можно просто перелить с собой, что-то взять с собой, ну, либо воск, который я ношу с собой. Поэтому вот такие вот средства в карандашах, наверное, я приобретать больше не буду. Закончились у меня духи, это Banana Republic, такой флакончик белый, у них с разными колпачками серии. Это такой аромат унисекс, как ни странно, мне редко нравятся такие ароматы, но здесь цитрусы. И вот именно этот цитрусовый, легкий, такой вот нетяжелый аромат, он горьковатый чуть-чуть. Мне понравился на лето, когда душными все остальные ароматы казались, и его я с удовольствием использовала. Ну, и вот видите, из-за того, что выгнутая такая вот упаковочка, невозможно собрать вот эти остаточки, которые там остались, просто они никак не попадают в дозатор. По скидке я приобретала их, по-моему, за полторы тысячи всего лишь, ну, как-то так, в литуаль. Действительно хорошая летняя такая туалетная водичка. Прекрасные, совершенно бюджетные витамины Skin Nails and Hair. Здесь уникальный комплекс серы, без которого не твердеет кератин. Ни в волосах, ни в ногтях. Так что, если у вас слоятся ногти, и у вас сломаются волосы, то, возможно, вам не хватает серы. И у меня муж химик, поэтому я точно знаю, что дело было в этом. Он мне все расшифровал, рассказал. И эти витамины я приобретаю на iHerb и только там, потому что стоимость в наших аптеках вот такой упаковки. Представьте себе, вот сейчас, внимание, вот эта упаковка в 60 штучек, на iHerb стоит 600, по-моему, 20 рублей или 30. И у каждого покупателя есть скидка. И в наших аптеках они стоят полторы и две тысячи. Представляете, вот эта самая баночка. Принимать их нужно 2 штучки в день. Здесь комплекс витаминов В, ну, и так далее, биотин. Самое главное, то, что здесь есть вот эта самая сера, которая легко усваиваемая нашим организмом, который так не хватает тем людям, у которых сильно слоятся ногти. А у меня ногти слоились прямо до середины пластины ногтевой, и я совершенно не могла ни один лак даже на руки нанести, потому что у меня все отваливалось. Даже день один не держалось. Сейчас же они у меня абсолютно в норме. Да, пока я их не так часто крашу, потому что продолжаю лечение. Кстати, кому интересно, как я ухаживаю за ногтями, вот такими проблемными, которые я испортила шелаком, то вот здесь оставляю тоже ссылочку по поводу ногтей. Шикарное средство. Очень вам советую. Обратите внимание на iHerb. Это очень и очень дешево. Знаете, у меня даже впечатление такое, что наши аптеки там закупаются, потом умножают эту цену на 3 или на 4 и продают в аптеках. Следующее, что у нас закончилось, это две вот такие баночки, коэнзим Q10. Вы знаете, что это антиоксидант, который работает на нашу молодость, который следит за тем, чтобы свободные радикалы не слишком портили нашу кожу и организм в целом. Поэтому, если есть такая возможность, на iHerb я их заказываю. Очень часто они бывают, кстати, в пробных товарах, в каких-то распродажах. Одна серия Healthy Oranges и вторая California Gold Nutrition. И те, и другие прекрасные совершенно витамины. Они очень-очень бюджетные. Ну, и вы знаете, сколько стоит вообще средство с коэнзим Q10. Это довольно дорогой микроэлемент. Ну, а здесь такая бюджетная возможность. Поэтому, да, буду приобретать еще. Когда мы пили кальций, вы знаете, кальций с витамином D3 прекрасно сочетается. Мы принимали дополнительно еще витамин D3, как профилактику против остеопороза. И органическая спирулина. Вы знаете, что это прекрасная чистка для организма. Опять же, покупала ее в Healthy Oranges. Смотрите, пожалуйста, раздел распродажа, раздел пробные товары, раздел скидки на сайте iHerb. Я думаю, что вы много там для себя интересного найдете. Говорила вам о том, что L-оргинин я принимаю периодически. Хорошее средство, прекрасные цены, опять же, на iHerb. Здесь целых 100 таблеток 21 век. В своих покупках уже показывала вам, не раз рассказывала. Замечательное средство, которое увеличивает скорость вашего метаболизма. Людей, которые занимаются спортом, для тех, кто на диете, вещь очень хорошая. Опять же, не могу вам советовать принимать или не принимать какие-то витамины. Только ваше решение вашего врача. Поэтому ничего вам советовать не могу. Рассказываю вам только то, что принимаю я. Следующее тоже 21 век, 21 сентри. Кальций, магний, цинк и D3. Для того, чтобы улучшить структуру костей и волос, соответственно, ногтей. Но у меня, как я уже сказала, все это работает только при условии, что будет серо. Для ногтей я имею в виду. Для волос, да. Для волос вот этого комплекса вполне достаточно. Для того, чтобы крепкие были, более плотные волосы. На каждой упаковочке есть инструкции, сколько нужно в день принимать. То есть, если вы искали вот такие витамины, они очень-очень бюджетные. По такому количеству таблеток, таких цен, ну, просто нет в наших московских аптеках. Комплекс, который мы принимали Skin Nails and Hair с аргановым маслом. Принимала моя дочка. Те, кто просто хочет немного укрепить, сделать более шелковистыми волосы. Вот это прекрасный комплекс. Приобретаем мы это средство также на iHerb. Очень красивые были таблеточки в форме такой перламутровой розовой капельки. Я показывала вам их, рассказывала о них в своем влоге домашнем. В видео, где я показываю новую кофеварку и все свои витамины, я о них рассказывала. Моя дочка сказала, что у нее укрепились ногти. То есть, у нее никогда такой проблемы не было, потому что она не делала, естественно, шелак, как я несколько лет подряд. Поэтому у нее довольно хорошие ногти, но они плохо росли у нее. Сейчас они растут лучше после вот этого комплекса, после того, как она его пропила. Здесь 150 капсул, но стоимость у них такая, не прям совсем бюджетная. А сейчас мы пробуем другие немножко. Я вам показывала их в прошлом своем видео. Посмотрим, как будут работать те. Мы вернемся к ним, если это окажется для нее панацеей, для того, чтобы волосы были мягкими, шелковистыми, а ногти крепкими. Замечательные жвачки. Вот так они называются. Epic. Это жвачки с корицей. Довольно активная такая там корица. Ну, не прям так сильно, чтобы щипала язык, но чувствительно. Здесь целых 50 подушечек, довольно больших. Очень хорошо избавляют от неприятного аромата и запаха дыма изо рта. Поэтому очень советую тем, кто курит, попробовать. Просто для себя необычный такой вкус. Нам очень нравится. Они такие не сильно сладкие. Сейчас у нас еще две пачечки уже открытые. Для меня вот такой вариант удобный. Стоит она у нас дома. Каждый себе берет по несколько штучек с собой. Следующее средство, которое у меня закончилось, это вот такой вот 32 Бионорма антитабак. Почему-то я купила, не знаю почему, но другого, наверное, не было. Мне нужно было что-то взять с собой. Такой освежитель. Смотрите, пожалуйста, как он выглядит. Не советовала бы вам его приобретать. Приобретала в магазине подружка. 200 с чем-то он стоит. В общем, это довольно дорого. Он очень-очень быстро зарасходовался. Буквально, может быть, 10 раз я им шикнулась и все. Никакого эффекта я особого не заметила. Так что не советую. Так, и быстренько о волосах. Вот такие два бальзама у меня закончились. Один белорусского производителя и другой Глискур. И тот и другой, в принципе, мне понравился. Глискур, на мой взгляд, более, я бы так сказала, экономно используется. Его нужно совсем немного. Он хорошо смягчает волосы. Мы с дочкой пользовались. Она, естественно, чаще. У нее довольно длинные волосы. И нужно обязательно наносить от середины и вниз до конца, чтобы волосы были мягкие и хорошо расчесывались. Да, в принципе, со своей задачей справляется. Нам нравился. Флюид-кондиционер для придания волосам плотности. Вот так выглядит он. Это Белл Космекс. Не могу сказать, что он придавал какую-то прям особенную плотность волосам. Да, приятный аромат, но он очень-очень экономный, потому что он прям совсем жидкий. Поэтому, наверное, приобретать больше его не буду. Следующий бальзам, который, кстати, очень нравится моей дочери. Мы довольно много их приобретали. Прямо несколько упаковок. Это фитокератин, чистая линия, бальзам-ополаскиватель. Не могу сказать, что он лучше Глискор, но, в принципе, он неплохой за свою бюджетную стоимость. Он справляется со своей задачей. Волосы расчесываются неплохо. Лореаль Эльсеф. Ценные глины. Называется шампунь. Жирная кожа скальпа. У кого очень быстро жирнятся волосы, вы можете попробовать этот шампунь. Он просто очень хорошо промывает. Прямо так, знаете, до скрипа промывает. Но, естественно, после этого волосы путаются. И вполне понятно, что нужно обязательно использовать какую-то потом маску для волос, либо какой-то кератиновый, может быть, бальзам, для того, чтобы они хорошо расчесывались. В принципе, для жирных волос очень хорошо. Быстро три геля для душа. Рассказываю вам. Это, на самом деле, пена для ванн, которую мой муж приобрел, посмотрел состав и сказал то же самое, что гель для душа. Поэтому использовали ее как гель для душа. Кстати, хорошо пенится, ну, потому что там просто больше пенящих веществ и не сушит кожу, что удивительно. Это кедровая спа. У нас нет ванны, у нас душевая кабина, поэтому все такие средства мы используем. Ну, если, конечно, они не сушат кожу в качестве геля для душа. В принципе, все то же самое. Секреты Агафьи. Вот такой вот гель для душа, кедровый. Вот такие натуральные какие-то средства, или заявляющие себя как натуральные, как правило, очень плохо пенятся. Поэтому он, конечно, неэкономный. Да, он увлажняющий. Да, для тех, у кого сохнет очень сильно кожа, я могу вам его посоветовать. Но он, конечно, не пенится. Ну, практически совсем. Обретали ранее несколько таких вот упаковок в Avon. Очень, кстати, с удобным дозатором. Хороший гель для душа. Он очень похож на все остальные. По цене он уже примерно такой же, как все остальные гели Mass Market. Что мне нравилось? Да, приятные ароматы. Здесь такие не похожие на все остальные, естественно. Это райский сад, романтичные, экзотические фрукты и пион. То есть аромат пиона. Да, мне нравился. Но, наверное, больше пока приобретать не буду. Пока очень много всего в запасниках. Следующее, что закончилось, это вот такой вот лак. Сьез для волос. Максимально сильная фиксация. Max Hold. Вот так называется. От Сьез. Да, действительно, хорошо фиксирует. Он потом неплохо вычесывается. Никакой налет не оставляет. Смывается без проблем с волос. Под конец у меня заклеился уже от брызгов лака вот эта вот пимбочка и больше уже не нажималась. Поэтому что-то там, наверное, еще есть чуть-чуть буквально, но я уже не могу из него ничего выдавить. В принципе, средство неплохое. Я уже, похоже, себе приобрела новый. Не буду долго останавливаться на дезодорантах. У нас нет, в принципе, проблем с потоотделением. Нам подходит практически любой, который имеет тот аромат, который нам нравится. Рексона, Даф, все, что угодно мы используем. В данном случае свежесть душа, но мне больше нравятся пудровые ароматы. Несколько таких у меня, по-моему, с ароматом пудры есть. Такие вот розовенькие. Сухость пудры, по-моему, называется. Вот таких несколько у меня есть. В принципе, неплохие. Ну и последнее, что я вам хочу показать, вкусняшки из Икеи. Если вы помните, я вам в своем видео покупки из Икеи показывала их. И вот это оказались конфеты. Внутри у них карамель с арахисом, по-моему, и она соленая. Это необычно в сладком шоколаде соленая карамель. Довольно необычно. Но мне, как ни странно, понравилось. Правда, много я их съесть не могу. Сладкое я не очень люблю. Что оказалось фантастически вкусным, это вот это вот apple and strawberry. Сушеные кусочки яблок и ягод. Клубнички. Шикарная вещь. Для тех, кто, в принципе, хочет заменить что-то сладкое, вот, чем-то более полезным, то, я думаю, вы можете попробовать вот это. Натуральное, очень вкусное. Наконец-то я от всего этого избавляюсь, ребята. Спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео окажется для вас полезным. Поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И жмите колокольчик наверху, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!